Ротуйте котика! У нас эфир, я бы сказала, «Святочный день ротовальника» отзначается в нашей краине. Провитание, Саша, я винчую за святом. Привет, Марта! Привет! В студии также Марта Худалей, по старой традиции. Дяка, что представил. Ну, мало ли, кто-то не знает. Хотя, я думаю, твой голос уже знает вся страна. Як и твой? Ну, возможно. Ну что, с днем спасателя нас, да? Так, с днем ротовальника нас. Так что сразу хочу такое сделать. Анонс нашего конкурса, нашего розыгрыша приза. Мы хотели бы получать от вас какие-то сообщения, какие-то поздравления. Присылайте Марте. Марта, куда? Присылайте. Так, у нашу субболку радует столице ВКонтакте, коли быть больше докладными. Можно раздел поведомления. Можно под постом до сегодняшнего эфира, яке изъявился литерально некольких хвилина к тому. Коли ласка, досылайте. Я так разумею, что вот это веншивание можно досылать в совершенной форме. Да, конечно, в любой форме мы будем рады в любом случае. Так что присылайте, пожалуйста, будем благодарны. Саш, як будем вызначать пероможцу, расскажи. Ну, нашли мы, в общем, такую специальную программу, которая будет случайным как-то порядком выбирать победителя. Мы в объем туда все имена, которые пришлют вот этих людей, которые нас поздравят. И эта программа определит сама. Я ще раз нагадаю. Суполка радует столице ВКонтакте. Можно в раздел поведомлений досылать свое веншивание. С днем ратовальника можно под постом до сегодняшнего эфира. Ну, а дарыча самое главное. То их абран счастливчик, отрымая подарунок админска городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях. Только давайте договоримся, забирайте не сегодня. Чтобы уже сегодня будем заниматься праздником своим, поздравлять друг друга. А с завтрашнего дня приезжайте к Козлову 26, корпус 8. Вручим подарок обязательно. Ну, для этого спочатку треба с нами погулять. Так бы, может, но если быть больше докладными, то повиншевать. Ну, Саш, мы по традиции завертаемся еще и до статистики. Я так разумею, что сегодня, когда у нас, я бы сказала, такие святочные эфиры, мы наполно не будем шмат из таких страхов, жидостей рассказывать нашим слухачам. Все правильно, не хотелось бы. Все это и означаем. Я против этого, но все равно хотелось бы чуть-чуть заострить внимание, потому что такое нестандартное ЧС было природного характера, да, очень сильные порывы ветра у нас. Вот буквально 14-го числа, 14-го, 15-го. Вот, и хотелось бы остановиться на этом, чтобы, ну, люди помнили, что такое тоже случается, надо быть осторожными. В общем, даже 14-го числа до 22 метров в секунду были порывы зафиксированы, а это, если пересчитать, сколько будет? 22 делить на 1000 и умножить на 3600, да? Вспоминаю математику. Ты бы жартуешь, да? Ну, примерно, в общем, где-то 80 километров в час, наверное. Довольно-таки сильный ветер, если вот так в километры в час, потому что метр в секунду не особо воспринимается на слух. Вот, и подразделения МЧС тоже привлекались на ликвидацию последствий вот этого сильного ветра. 158 раз выезжали за почти двое суток, вот за 14-е и за 15-е число. Ну, в основном это упавшие деревья. 36 случаев упавших деревьев. Также демонтаж аварийных листов, жести, там, шифера, металлические какие-то конструкции. Демонтаж билбордов 14 раз выезжали. Демонтаж оконных рам. У меня, кстати, в доме напротив окно прям вместе с рамой действительно вот так вырвало. Я был в шоке, когда увидел. Окно какое? Просто окно в комнате. Просто окно где-то было, может, режим форточки как-то. Ну, в общем, какой-то сквозняк был, и порывом вот просто вырвало вместе с рамой окно. Жахи просто. Да, так что обязательно закрывайте окна. Это не зря, как бы, такая рекомендация, когда, если сильный ветер, ну, там, какой-то ураган, закрывайте окна наглухо. Вот, что еще было? Беседка на детской площадке тоже пострадала. Выезжали на демонтаж. Демонтаж подсветки здания. Снимали доски с дерева. Ну, в общем, не будем. Все, хватит. Хватит эту жуткую статистику. Хотелось бы уже получать какие-то поздравления. Есть что-нибудь? Нет? Так, ну, с ней, так, видишь, не так активно поколь, что мне подается, что все складают эти верши. Там, ну, калиласка, я нагадаю наш паратю... А не, есть, есть больше активно. Я была на полна права. Есть те, кто активно включился уже, а ты мне меньше протягивается. А маль, что всю программу мы чекаем от вас веншаванье за днем ротовальника, альбо под постом ВКонтакте, альбо особистые поведомления, ну, и обранный счастливчик, который мая подарунок от Минска городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях. Саш, я пропадаю спыниться на песню, так, и протягнуть размову. Ну, давай, хорошо. Час безпеки. Протягивается час безпеки. Я нагадаю студой работник Центра пропаганды Александр Папко, ну, сразумело, Минска городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях. Спасибо. А кого что одобрит? Нема за что, Саш. Ну, нагадаю, у нас сегодня день ротовальника и напомню, крыху про свято. Да, давай, конечно. Давай. 19 января в Беларуси отмечается этот прекрасный профессиональный праздник. День спасателя. Установлен этот праздник еще указом президента 2 февраля 2000 года. Так, ну, в общем, не все так просто, на самом деле, с нашим министерством. Вот, чтобы прям сам разбирался, чуть-чуть запутался даже. Ну, когда-то раньше. Сейчас уже все понятно. Министерство вообще само было создано еще в 1994 году на базе отряда службы спасения республиканского спецотряда по проведению первоочередных аварийно-спасательных работ, который, в свою очередь, вел свою деятельность еще с 1991 года. Понимаешь, да? Сейчас просто я веду к чему? Чтобы посчитать, сколько лет нашему министерству. В 1998 году к МЧС была присоединена выведена из состава МВД специальная военизированная пожарная служба. То есть уже 1998 год. А дата 19 января появляется только в 1999 году. Именно 19 января 1999 года было утверждено положение о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которым на МЧС были возложены функции государственного управления в области предупреждения, ликвидации ЧАЭС, обеспечения пожарной безопасности. Так что по итогу, вот так, если посчитать, этому празднику 23 года. Ну, если с 99-го все-таки считать. Ну, а вообще пожарные службы, если там кто-то слушает нас и говорит, 23 года всего лишь так мало, ну, как бы пожарных-то было сколько поколений уже. Ну, вообще, да, пожарные службы в Беларуси в этом году будет 169 лет. 1853 год. Да, 169 вроде бы. Я просто вздеваюсь, что еще не 22-й, мне еще кажется, 21-й год почему-то, не знаю, наверное, у всех так. Нечего до конца года пробытнешь. До конца, а там уже надо будет по-новому все делать. Так. Вот, так что мы такие вот молодые по итогу. 23 года. Ну, и, дарыч, что до нас приходит веншавание от слухачок, я нагадаю, что сегодня у нас такая гульня, я бы сказала, гульня веншавание. Промаем от вас веншавание у Суполку Радоя Столица ВКонтакте, с ним ртовальника, альбо у особистые поведомления у Суполцы, альбо под постом до сегодняшнего эфира в комментариях. И выберем наприканцы программы «Счасть Ливчка», який отрымая подарунок ад Минска городского управления Министерства по надзвучайных ситуациях. Саш, ну, зачитаем прайемные слова? Конечно, конечно, я же этого и жду. Наприклад, Александр, так само Александр, але гэта не той, который вось тут у нас. Сам себе, да, тут сейчас поздравление. Гэта инша Александр, наш слухач, веншой ртовальненько, каша, и всіх, кто мает дачинение до их працы с професійным святом. Дякую, што вы у нас єсть. Дякую, што вы у нас єсть. Спасибо, спасибо. Ну, в лице разрешите всех спасателей страны буду принимать сегодня поздравления я. Так, пашантила. Игор нам так само досылая. Веншавань, не кажа, меньше выкликаў, больше позитива, счастья у сямьи, добробыту, шансаванье и здоровья. Вось такое поведомление. Спасибо большое. Ну, и по-русску у нас прыщу ввершна. А вот вы себе казалось, что те, кто позднее будет досылать, будут верши. Андрея, ну, разразумевала цитата аутера, там он на мове, сквозь пожар, воды, потоки, в югу, холод, гололёд, пусть условия жестокие, но до цели он дойдёт, он спасатель, он не вправе повернуть, назад уйти, если надо, он поможет сквозь препятствия на пути. Прекрасный поздравительный адрес. Спасибо большое. Дякую. Ну, я думаю, что поколь, что спынемся зачитывать, так и протягнем все-таки наши разговоры. коллеги тоже вот из, ну, разных, из России и из Украины тоже присылают нам свои поздравления. И наши девчонки, ну, ты, может, знаешь, Свету Тимошкову и Наташу Бондаренко, такие есть две у нас, как сказать, спасательницы, да, вот девчонки, которые участвуют в конкурсе сильнейший пожарный, высотный подъем, ну, в общем, во всех таких вот конкурсах для пожарных, для мужчин, они тоже, они вот наравне как бы выполняют все те же упражнения, вот, получают, конечно, высокие призы, какие-то высокие награды не только у нас в стране, а и за рубежом, вот, и каждый год они что-то придумывают, какие-то челленджи запускают, там, то они приседают, то они еще что-то, вот, в этом году девчонки ко мне пришли, говорят, слушай, мы хотим отжиматься, да, они придумали какую-то комбинацию цифр, что вот 19 января умножили на 23 года, по-моему, ну, в общем, надо было какую-то общую сумму отжаться там, ну, и в общем, они запустили этот челлендж, откликнулись все коллеги, кто их знает, в общем, что из этого получилось, можно на YouTube-канале Минского городского управления, ну, то есть МЧС Минска, так, заходите на YouTube, там есть видео поздравления от коллег с Днем спасателя, вот, и там откликнулись, и, ну, как бы, говорю, и пожарные, и из России, даже из Украины, ну, приятно, приятно, что вот так вот, знаешь, такое вот братство все-таки есть среди пожарных, так что поздравляю всех и наших коллег, все-таки, как бы, делаем одно дело, неважно, какая дата нас связывает, какая дата у нас, День спасателя, она есть во всех странах, в принципе, так что, ну, можно, наверное, поздравить и и за рубеж, не знаю, отправить свои поздравления, правильно? Ну, и я, конечно, так само долучаюся до веншаванью, до добрых слов, нахадаю для наших слухачев, что можно так само звернуться со своими веншаваньями, написать в сполку радио столицы ВКонтакте, альбо комментариях, альбо упаведомлениях, и я шче отрымаяц за гэта подарунок ад Минска городского управления, правда, отрымая некий один счастливчик с тых, то, дашнет им не менш, абсолютно любые може им оказаться выпадковым, так, вось, чином. Любые, конечно, неважно, не нужно спешить, время еще есть, я думаю, подведем итог чуть-чуть позже, там, через минут 10, так что... Так, тому на невеликую песню мы спынемся и вернемся, и худко дады будем подводить вынеки. Протягивается наш час без спеки, и, конечно, кроме вось такого свята, Дня Ратувальника, не можем узгадать яшче одну важную такую дату, так, Саш, рассказывай, як сегодня акунацую палонки, дзе можна и самые головные як гэта можна рабить на водохрысча. Так, ну, в Минске и в окрестностях столицы организованы 7 таких купелей на спасательных станциях, ну, в Минске могут окунуться в Крещенскую воду на станциях Дразны, Веснинка-2, Комсомольское озеро по регрессивной 29А и Цнянское кольцо. Ну, я думаю, в принципе, все, кто заинтересован, да, кто окунается, они уже, в принципе, знают, где вообще можно окунаться и нужно, и можно это сделать хорошо. Под Минском, значит, Крещенские купели организованы на Вяче, пильнице, деревня Заславль-1, Минское море Зарече, Креница тоже Зарече и Птич Волковичи. Некоторые купели даже красиво декорировали, украсили подсветкой, фотозоны даже есть, так что, если даже вы не окунаетесь, можно просто туда прийти, чуть-чуть, знаешь, как на какой-то праздник, пофотографироваться, посмотреть, как люди отдыхают, знаешь. Подзевиться на смельчаку, ну, это я так очуваю, видишь, когда гляджу на смелых с правдой людей. Да, тем более, смотри, на станции Цнянская даже предусмотрена выездная торговля, можно прийти туда, можно просто покушать, попить чаек, полевая кухня есть и даже организована баня, так что, может, даже прийти туда, я не знаю, на каких условиях, конечно, но тем не менее, видишь, можно действительно прийти просто отдохнуть. Чтобы все было безопасно, я же должен свои какие-то вставить профилактические слова. Основные правила, которые нужно придерживаться перед окунанием, ну, они, конечно, просты, я думаю, каждый их, в принципе, знает. Первое, что нужно сделать, это прям вот морально настроиться, быть готовым к этому. Во-вторых, для купания в ледяной воде нужно иметь все-таки хорошее здоровье, чтобы не было каких-то противопоказаний по здоровью. В-третьих, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь для храбрости. Ну, это может пагубно влиять на ваше сердце. Подразделения, конечно, водолазда спасательной службы МЧС в Беларуси совместно с коллегами из Освод осуществляют дежурство на официальных местах купания, так что прежде всего, если вы решили окунуться, то проследуйте на официальные места. Там, по крайней мере, всегда спасатели укомплектованы, готовы прийти на помощь. У них есть специальное оборудование, снаряжение, так что если что-то вдруг случается, вас быстренько достанут и окажут какую-то помощь. Так, ну, будем сподеваться, что все пройдет в ад, так и без надзвучайных здоровений, все-таки памятники у ротовальников свято сегодня тому, на мой, что возникли такие ситуации, как подбывались и приходилось его сгадывать про небеспеку. Будем сподеваться, что все будет в ад. Так, ну, а дальше мы же еще не подводили выники, так, нашей гульни. Так, слушай, такая еще, есть какие-то поздравления? Так, у нас Артемий досылает так само верши на русской мове укротителем огня пожелание от меня на работе не гореть и дышать, чтобы не тлеть, если воин от сирены крепче спать во время смены и не рисковать напрасно там, где слишком пожароопасно. Так, видишь, спать подчас смены вертиковое пожелание. чуть-чуть нужно спать, потому что целые сутки без сна это, конечно, очень тяжело. Но, тем не менее, бывает такое, что невозможно даже и глаз замкнуть, да. Ну, от Игра у нас аж два верши. Игра, кали вы дозволите, я давайте один зачитаю, ну, а остатню все-таки Александр прочитаю пазы эфиром, так, Саш? Ну, почему? Давай, чтобы все спасатели услышали. Ротоваликам хочется пожадать ахвяр меньш творчага натхнение, азартнага настрою, вера улепши, аппетиту добрага, любови и кахани, николи не медь дреднага надвор, хим, гни не утрывоги, каб не было на оглу. Карысна проводить час, дарыча, ты махчам не заважен. аппетит, это вообще, конечно, хорошо. Ну, а мне подобаются, вось, пожадания наших слухачу, один, пожедаю поспать, добра, меньше поесть, все, что не обходно для життя, разумеешь? И причем, дарыча, вось, верши адыгара, и он таки, кали читать по першим литрам, то отрымается слово ротовальник. Ну, покажешь потом. Так, ну, кратикажчай, Игорь, и вельми, так вот, постарался, порадоваться. Ну, и ящичая верши, поздравить всех нужно сегодня, спасатели, эти слова для вас, вы для многих надежда и удача для нас, и пускай вами гордится родня, когда приходит наш дом, беда, что случается черной порой, вы стоите на страже всегда, дорогие наши герои, и хочется вам пожелать и искреннее поздравление прислать. Будьте живы такими всегда, чтоб в душе нас надежда жила. Вось таки. Здорово. Пинчал. Слушай, я, если честно думал, что будет там что-то с Днём Спасателя, ну, главное участие, а тут как бы все прям от души, прям хотят написать какие-то слова, прям много-много. Ну, потому что мы же не ставили ограничения, да, по наполняемости. Достаточно просто поздравляю с Днём Спасателя, но тем не менее, видишь, таких поздравлений да и не было. Так, ну, дякую, дарыч, нашим слухачам, нашим удельникам. Ну что, я так разумею, что треба казать стоп. Так, ну давай, давай, подводить сток. Значит, у нас Игорь есть. Игорь. Александр. Александр. Давай, как бы я так ладно не помылилась. Андрей. Андрей. И Артемий. Артемий. Так, четыре человека, да? Так, и я их записываю в специальную программу. Так. И нажимаю найти победителя. Самая текавая хвилинка. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Андрей. 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 Андрей у меня выскочил. Ну, Андрей, так. Скажи ему, что ура, победил. Конечно, перемогливый Андрей. И подарунок, так, от Минского городского управления. Для вас, до вас и доходить. Я их забрать, кутка напишу, все расскажу. Ну, а остальным слухачам, дякую, скажем так, потому что мне вельми спадабались, а веншаванье, и шматых так, и такие вот сены, заправдые от души. Так, тому дякую, дякую, еще раз дякую. а ты, кому сегодня не пошантила, абсолютно так ладно, можно пошантить наступным разом, потому что вы же ведаете. За все, Минское городское управление министерства по надзвучайным ситуациям приходит с подарунками до нас. Слушай, мне даже вот сообщение пришло, я думал, может, какое-то поздравление. Это коллеги пишут, говорят, скажи что-нибудь про лед еще, чтобы не выходили, а то сейчас такая погода, он ломается. Скажи что-нибудь про лед. Скажи, чтобы они не выходили. Ну, конечно, напомню, сейчас погода, да, серьезно такая, плюс-минус вот меняется, поэтому лед очень опасный. И будьте внимательны, заходите на сайт Освод, на спасательных станциях каждый день измеряют толщину льда, и актуальную информацию у себя на сайте вывешивают, можно ли выходить на то или иное водохранилище, ну, водоем у нас в Минске и окрестностях. Так что, будьте внимательны. Ну, мы уважливая, так самое, вось, годинник подказывая, что треба развитваться, Саш, я яшчэ раз виншаю тебе и коллег, так, твоих, со святом, зням ртовальника, и саправдуевось, наполненное лепшее пожелание для ртовальника, ну, окрямя здоровье, так, и, вось, добро поесть и добро поспать, гэта яшчэйка менш працы было, так, что, ну, гэта, вось, от гэта, непосредственно, саправдуев, залежит и безпека, так, усих, людей, абсолютно. Давайте будем уважливыми, так, и выконывать будем правила, и тогда, я думаю, что, докладно, все отрывается правильно. Спасибо, Марта, ну, и, конечно, от себя тоже хотелось сказать коллегам, всем, с кем я работал, или с кем даже не просто работал, а всем вообще, всем спасателям нашей страны, конечно, успехов в нашем нелегком труде, семейного благополучия, крепкого здоровья, силы духа, ну, и чтобы все всегда получалось. С праздником, с днем спасателя, коллеги. Ну, я нагадаю, что у нашей студии был ротовальник, так само, работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства Баназвычайных ситуаций, Александр Папко, и... Марта Худалей. Папуль.